Тебе там вот не сидится, надо все равно сюда залезть. Ну, залезай давай, все, залезай. Все, все, усаживаемся. Все, усаживаемся, все. Все, садимся. Маля молодец, все, сиди, Маля молодец, красавица. Так, ты все угоманивайся. Кеша тоже не мешает. Все, спокойно? Тихо, да, тишина. Все. Всем добрый день. У меня здесь зверинец. С собой взяла собак, чтобы они дома не гавкали. Да, вот, поздоровалась дома. Но у нас еще и прибавление в семействе. Это попугай Кеша вернулся домой. Сегодняшнее видео я хочу посвятить выставке. Я для вас снимала взор полноценный первого и второго дня. Ну и, конечно же, сейчас хочу поговорить, высказать все свои эмоции по поводу, ну, вообще моральной составляющей, то есть физическую составляющую вы видели, а об эмоциях, да, я поделюсь в сегодняшнем видео. Хочу сразу же забежать вперед и ответить, почему так закончился второй день, да, то есть я ничего не сказала, ничего больше не снимала, да потому что физически я очень устала. Дело в том, что я оба дня ведь была на каблуках, то есть в первый день, ладно, у меня были каблуки, в которых я до этого уже ходила, я знаю, как они себя ведут, ну, мне комфортно было в них, а на второй день были у меня куплены новые туфли, и они уже более с узким носком, и, соответственно, я смозолила на обоих ногах мизинцы, а ведь вечером у меня еще был банкет, но как-то до банкета я успела передохнуть в квартире, то есть я пришла первым делом, сняла туфли, замочила ноги под холодной водой, намазала их кремом. У меня был час отдыха, и мне его хватило, знаете, я как-то пришла на банкет и даже потанцевала, даже потанцевала, как-то, видимо, наверное, знаете, воодушевилась той энергетикой, которая там была, ну, там, и поэтому даже потанцевала. Длительное было ожидание закрытия выставки после мастер-класса я выдохнула, и с пяти до семи была премия награждения блогеров, да, то есть вот это вот, получение вот этой статуэтки, ну, и были подарки. Каждому блогеру был пакет, в пакете был электрический штопор, минажница деревянная красивая, блокнот, и самое главное, вот эта вот статуэтка, вторая уже в моей коллекции. И затем было торжественное закрытие выставки, конечно же, заключительное слово Анечки, и вот в тот момент я просто, знаете, я стояла, и я вообще уже не помнила себя, как я там стояла, вообще как я умудрялась еще стоять, потому что ноги мои, это были, они были вне меня. Вот все-таки, что делает жизнь, да, вот настолько мы уже привыкли к кроссовкам, к угам, да, каблуки у нас в стороне стоят, только по случаю. И, конечно, вот этот случай настал, но тело было, и ноги, спина к нему не готова. Далее по выставке. Конечно же, мне очень хотелось поснимать больше вот тех экспонентов, которые выставлялись, очень хотелось получить какую-то информацию по новым продуктам, но мне не удалось этого сделать, потому что я вам, да, как говорила, как вы видели, все было занято людьми. То есть я даже вот не видела, что находилось на прилавками. Я себе-то практически ничего не купила, потому что невозможно было подойти. Вот эти вот, видимо, акции, скидки, беспроигрышные лотереи, они очень людей притягивали, и везде, практически везде было очень много людей, покупателей, то есть постоянно очереди. И вот где я видела, да, возможность подойти в консультацию, что-то, чтобы мне лично консультант рассказал, я это, ну, снимала и вам показывала. А в основном было не подойти. В основном везде все было заполнено людьми, и все консультанты были заняты. Поэтому уж как могла, что могла, сняла. Прошу прощения, что неполноценный получился обзор, потому что, ну, много было очень экспонентов, много что было выставлено. И, ну, что получилось, то и получилось. Дальше. По поводу встреч моих. Очень было много в этот раз. И это было настолько трогательно, настолько приятно, настолько эмоционально, что, знаете, вот это очень для меня дорого. И я благодарна Вселенной. Опять я не устаю благодарить Вселенную за то, что я собралась, поехала, решилась, согласилась и приложила немало усилий для этого. Потратилась, да, будем, ну, как бы, говорить откровенно. Я нисколько не жалею этих затрат. Они вот мне компенсировались вот этой вот энергией. Потому что вот эти лица, вот эти улыбки, вот эти объятия, вот эти фотографирования, вот эти признания, знаете, они заряжают, они вот как энерджайзер, как подпитка. Потому что вот я получила эти слова благодарности, эту обратную связь, и это очень приятно. В прошлом году было, можно сказать, по пальцам пересчитать, да, вот кто, например, ко мне пришел лично, в этом же году, конечно, было все по-другому. В первый день так несколько человек было, а второй день я буквально от одной женщины отошла, прошла несколько шагов вдруг. Юля, здравствуйте, Юля, здравствуйте. Поэтому я вот сейчас вам очень благодарна. Я, к сожалению, не помню всех имен, но было очень много встреч, подарков, объятий. Это вообще, это словами не передать. И причем, знаете, вот, наверное, чем отличается вот эта именно выставка, да, вот медиа, да, как говорится, премия, медиа, вот эта вот встреча, здесь вот именно, что все лица, вот кто там находился, они были, вы знаете, как бы ищущие, то есть каждый искал своего, кого, зачем он там пришел. Либо это блогер своего подписчика, либо это подписчик своего блогера. И, знаете, было вот это вот, заметно видно, что вот ходят вот так вот все, кого, знаете, кто у кого узнал, и такие улыбки, да, вот такие вот объятия, вокруг слышно, что можно, и вот, то есть, знаете, вокруг такая царила эмоционально-позитивная обстановка. То есть консультанты работали, они были погружены в работу, покупатели, ждущие подарков, тоже так стояли, да, ожидали, а те, кто пришел целенаправленно увидеться, их было сразу же узнать. Поэтому, знаете, вот, наверное, это очень, в этом, наверное, вся ценность данной выставки, что вот спасибо огромное Ане, что вот она предоставляет вот эту возможность. Ведь как вот у нас есть, вот, например, кумиры, да, там, вот наши звезды шоу-бизнеса, звезды эстрады, кинозвезды, да, актеры. Вот где вот была такая возможность, когда, да, когда можно было вот просто так, заплатив 250 рублей за два дня, прийти и вот так вот оказаться, да, среди своих кумиров. Ведь никогда таких встреч нигде никто не проводил. Вот так вот, чтобы можно было, да, прийти, обняться, сфотографироваться, взять бесплатный там автограф, еще и получить подарки. Ведь очень многие блогеры, да, раздавали подарки от себя. Кто-то, ну, кто каким, в какой, да, каким продуктом занимается, тот, кто и предлагал. Кто-то растения, кочеренки, книги, ну, там, свои продукты именные какие-то. То есть, мне кажется, ни один подписчик даже не ушел без подарка. Вот, поэтому, вот за это я, конечно, очень ценю, ценю данный проект. Вот он в этом как-то вот объединил одну сторону с другой. И также, конечно же, хорошо, что вот у нас, как у потребителей, как у покупателей, есть возможность, когда можно тот или иной продукт уже, да, который представляли производители купить со скидкой по акции. Либо там, знаете, было так, например, три покупаешь, это четвертый подарок. Или же, ну, были хорошие скидки, были хорошие акции. И это, конечно, тоже, я считаю, такая уникальная возможность, когда можно свой любимый продукт приобрести, ну, с хорошей скидкой. Поэтому я думаю, что вот побольше надо таких выставок не раз в год, но хотя бы пусть хотя бы раз в год она теперь уже традиционно будет. И я думаю, что Аня будет придумывать что-то новое, и эта выставка будет увеличиваться и увеличиваться. Но и это неплохо. Пусть, пусть она растет, пусть она увеличивается. И я благодарна производителям, опять же, взять агрофирму-партнер. Посмотрите, ведь она же второй год устраивает такую феерическую шоу-программу. То есть в прошлом году было гангстерское представление. Все блогеры-звезды были одеты в соответствующей тематике. Консультанты стояли просто красивые, от них было глаз не оторвать. А в этом году была уже киноиндустрия, то есть специально была выстроена красная дорожка. Опять же, консультанты все были одеты в каких-то звезд. И блогеры все красивые были так же переодеты, одеты в определенном стиле. Ведь это же тоже на самом деле вклад, да? Ведь это же все тоже для нас, для тех, кто пришел на выставку полюбоваться, посмотреть, и чтобы приятно было посмотреть. Ну, я считаю, что за это тоже нужно быть благодарным. Агрофирма-партнер, агрофирма вот Аминосил, тоже у них были такие увлекательные, зажигательные мулаточки две. Да, они ведь девочки молодцы, ведь в течение двух дней бесперестанно они плясали, танцевали, рядом с ними можно было сфотографироваться. То есть каждая агрофирма, она сделала что-то уникальное. Кто-то готовил, прям вот при вас в мультиварке я показывала, да, это вот красивая грядка-стенд. К сожалению, мне не удалось даже к некоторым стендам подойти, вот повторюсь, из-за плотного объятия стендов, но я видела, что там ажиотаж, значит, там что-то было. То есть, смотрите, я подходила к стенду Сидек, там какой-то тоже, видимо, знаменитый был, я так поняла, я правда не знаю, но я так поняла, что там кто-то был знаменитый, да, кто раздавал бесплатные рецепты, мастер-классы везде проводились, то есть можно было послушать того или иного любимого своего блогера, ведь мастер-класс это тоже ценно, это бесплатная подача информации, где вы можете подойти в конце и задать нужные, интересующие вас вопросы, вот так вот, как, например, у меня прошло. Дальше по мастер-классам, я ходила, видела, что наполненность на мастер-класс тоже была огромная, большая, то есть ни один мастер-класс не проходил так, чтобы просто стоял кто-то вещал, а вокруг него никого не было, везде была плотная набитость, что на больших обеих сценах я у Амина Силы выступала, проходила у некоторых прям плотная была набитость, то есть все место вокруг было занято, и это, конечно, дорогого стоит, то есть здесь, понимаете, такое живое общение, одно дело, когда вот я сейчас сижу, разговариваю с камерой, а другое дело, когда на тебя сидят и смотрят лица заинтересованные, лица молчат, вот как школьники за партами, а потом ты заканчиваешь свой мастер-класс и к тебе еще подходят и спрашивают, это тоже очень дорого и ценно, получается, что ты делаешь это не зря, что значит, ну, тебя готовы слушать, то есть это не было так, да, что люди подошли, после пяти минут, там, например, моего, да, или чьего-то разговора вставали, уходили, нет, такого не было, то есть все сидели, слушали от А до Я и, ну, и так далее, вы понимаете о чем, я не устану повторить, что это, на мой взгляд, такая победа Анина, это такой фурор, это такой праздник, и это, конечно, не только ее заслуга, я понимаю, что там стоят все эти экспоненты, которые выставлялись, конечно, им тоже огромное спасибо за этот подаренный праздник, за эту атмосферу, за эти светящие глаза, у каждого, вот это же тоже труд, вы представляете, как трудился каждый блогер, кто участвовал в этом, это нужно выбрать, подобрать наряд, макияж, прическа, и с 10 до 7 часов вечера выстоять, как кукла, отфотографироваться, ответить на все признания, всегда держать улыбку, спину, туфли, платье, и так далее, это тоже, ну, как я считаю, что это труд, поэтому я благодарна каждому, кто трудился на этой выставке, вы все, да, молодцы, и это очень приятно. Для меня это праздник, побывать на этом празднике. Конечно, если говорить о плохом, то я бы хотела поговорить вот о таком моменте, мне непонятны, вот сейчас даже уже какие-то некоторые видео, где кто вот выпускает и блогеры, да, и посетители, когда чем-то остаются недовольными, недовольны. Мне кажется, это либо человек не получил нужного внимания, да, в свою сторону, либо, ну, наверное, значит, человек не ценит чужой труд, либо он сам не вложил ничего, и, ну, я не могу вот дать точную оценку такому человеку, который остался недоволен от посещения данной выставки, данного мероприятия. Я не знаю, к чему тут можно придраться, я не знаю, чем тут можно остаться недовольными. Это праздник, и говорилось, и обговаривалось всем, что там будет, и как это будет, да, поэтому, повторюсь, мне непонятно. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, быть может, действительно, вы чем-то остались недовольны, может быть, вам что-то не понравилось, чем на самом деле можно остаться недовольной от посещения данной выставки. Вот, на мой взгляд, быть может, если только огромным количеством людей, и если только, быть может, вам, как и мнение, удалось протолкнуться к какому-то производителю, отстоять в очередь, вот этим, возможно, да, можно было быть и недовольным. Но, вы знаете, даже после закрытия, вот, то есть, все, вот, отговорила Анечка речь, мы там отстояли уже, там, конечно, мало кто отстоял, но мы отстояли, и я шла, да, вдоль всей выставки, видно было, как производители убирали, собирали свои, ну, упаковали свои продукты, и в этот момент все равно стояли люди, кто с консультантами что-то еще как бы успевал покупать, то есть, ну, вы представляете, вот так вот все происходило. Ох, в заключении, конечно, хочу поблагодарить еще раз тех, кто пришел ко мне лично. Я вас всех помню, я пришла домой, и вот каждого вспоминала, кто что говорил, вот эти вот улыбки, это вот неподдельная, вот знаете, такая вот трогательная, вот эта вот мимолетность, она для меня очень ценна. каждое объятие я помню, и это объятие, эта энергия, она будет еще очень долго со мной, и огромное вам спасибо за это. Я вот подзарядилась этой энергетикой, теперь вот еще на год вперед. Кто спрашивал, почему я не фотографировалась? Я, конечно же, фотографировалась, несколько фотографий я уже выставила в телеграм-канал, решила для себя снова вести, но там будет такая более близкая общение, как я и до этого планировала. Знаете, такие встречи за завтраком, ну и так далее, понимаете, о чем я, так что, если хотите, приглашаю, заходите, подписывайтесь, оставайтесь со мной, будем там более тесно общаться. Также, конечно же, благодарю всех, кто оставил положительный отзыв под видео о выставке, огромное спасибо, мне очень было услышать важно ваше мнение, потому что, еще раз повторяю, я переживала, какой материал у меня получится, как мне удалось смонтировать, какое количество информации мне удалось до вас донести, я переживала, что мало ли, как бы получится неполноценным ролик или что-то вот, ну, будет чего-то не хватать, потому что, повторюсь, не все мне удалось снять, что удалось, вот то смонтировала и выставила. Привезла, конечно же, я некоторое количество продуктов, новые, буду использовать, ну, и, конечно же, вам показывать, рассказывать. Ну, буду заканчивать сегодняшнее видео, повидалась, повстречалась, за окном у нас снежок, наконец-то, выпал, потому что надоела вот эта серость, сырость и вот темнота. Хочется, конечно, чтобы посветлело и вот припорошил снежок дорожку, это очень хорошо. Всем огромное спасибо за внимание, всем огромное спасибо за добрые слова, всем огромное спасибо за ваши отзывы, комментарии. Вся ваша энергия, она вот у меня здесь. Всего вам доброго. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока!